Нарушали законы, завышали цены на жизненно необходимые лекарства владельцы аптек в разных регионах страны. Это показали масштабные прокурорские проверки. В нашей области они тоже проводились, их результаты сейчас обрабатываются и анализируются. За ситуацией с лекарствами следят и в областном правительстве. На заседании регионального совета было озвучено. Обеспеченность препаратами стабильная, однако жители области отмечают стоимость лекарств значительно повысилась. Меньше всего подорожали отечественные препараты, а вот некоторые импортные медикаменты выросли в цене почти на 40%. Сложная ситуация и на топливном рынке, несмотря на недавнее понижение стоимости бензина. Об этом доложил первый заместитель председателя правительства области Николай Слободчиков. И вот его цитата. В целом по торговым сетям дана команда снизить на 2 рубля цену по оптовым резервам. Поскольку во франшизе все розничные заправки, то они как минимум не должны повышать цену на бензин. Снизить ее они не смогут, потому что у них накоплены большие обязательства. Большие накладные расходы. Производство бензина в целом по России сегодня это непростой вопрос. Топливо является одним из важных вопросов. Что касается цен на продукты, то сегодня стали известны результаты прокурорских проверок магазинов по всей области. Одним из самых распространенных нарушений стало завышение предельной торговой надбавки на продукты детского питания. Также была зафиксирована наценка свыше 100% на яблоки и гречку. Но особенно удивил проверяющих магазин в Мамско-Чуйском районе. Там размер предельной надбавки был завышен в разы. Например, на куриные яйца она не может превышать 45%. В этом же магазине она составляла почти 230%. А на муку почти 350% вместо 50%. Кроме этого, выявлены многочисленные несоответствия между цифрами на ценниках и при расчетах на кассе, а также нарушения при контрольном взвешивании продуктов и их хранении. Продолжение следует... Продолжение следует...